ребят всем еще раз привет у нас сегодня на обзоре автомобиль honda crv 15 года куплен на акционе copart от страховой компании state farm insurance по обозначениям на стекле автомобили заводится но не едет так делаем краткий обзор значит автомобиля полностью целая передняя часть видим целая оптика нет никаких дефектов автомобили 17 диски достаточно хорошая резина встроенные зеркала камеры автомобиль по правой части полностью целы как мы видим так давайте теперь перейдем непосредственно к удару вот у нас удар он пришелся в заднюю левую четверть также у нас повреждена подвеска при том подвеска повреждена полностью целиком то есть вообще не остался живым ни один элемент абсолютно ни один видим рычаг сапфу не хватает диска он разбит и мы видим гранату граната частично сохранилась можно было конечно поменять пыльники но не хватает некоторых частей гранаты то есть она идет под замену нас трос ручника под выброс у нас подкрылок вот под выброс в общем все элементы включая датчик abs их не удалось спасти да кстати покажем вот амортизатор он остался мы думали получится его спасти но как мы видим по штоку ну тут нечего спасать все под выброс итак давайте поговорим о стоимости ремонта значит стоимость восстановления подвески целиком приблизительно 600 700 долларов все в сборе придется покупать это конечно будет все был если покупать новое тут будет цена выше 1000 долларов по задней левой четверти это будет у нас приблизительно в денежном эквиваленте от 400 до 600 долларов запчасти это наш не включая бампер не включая накладку на крыло мы видим это уже нету накладку на двери задние суммарно стоимость ремонта приблизительно с работой будет в районе двух двух с половиной тысяч долларов давайте посмотрим что у нас внутри я уже говорил что у нас повреждена эта накладка возможно и получится запаять возможно под замену она пойдет в автомобиле присутствует докатка присутствует домкрат ключи мы провели небольшую дефектовку поснимали эти все панели пластиковые закрывающие кузов и обнаружили что здесь есть проблемы здесь есть складки у нас тоже самое нас есть здесь складки вот они видны везде в полу полосту даже защита это все можно вытянуть все целая электроника пластик тоже весь целый вот и в остатке с автомобилем у нас шли поврежденные запчасти вот их целое множество тут преимущество этих запчастей в том что на них есть каталожные номера мы сможем легко подобрать все эти запчасти по каталогам тяжело их подбирать не имея каталожных номеров потому как приходится перерывать полностью целиком каталоге вот у нас есть некоторые части которые возможно получилось бы восстановить но это не имеет ну никакого смысла то тут запчасть мы купили за 40 долларов ну ее красить и паять пластик будет стоить дороже у нас справа полностью все целенькое нас выскочили креплением бампера это все можно сделать крышку возможно получится реанимировать саму крышку вот у нас тут вмятина есть это надо смотрел что брехтовщик давайте посмотрим салон у нас идет кожаный салон это комплектации excel бежевого цвета по факту я вижу серый цвет они бежевый автомобиль шел с одним ключом в автомобиле есть люк давайте заведем так у нас показывает датчик абс ошибку у нас показывает ошибку тормозов но неудивительно уже нет подвески сзади у нас хорошая музыка все работает ну что глушим давайте посмотрим что у нас под капотом так под капотом у нас полный порядок все целенькая автомобиль соответствует нормам калифорнии проблем с постановкой на учет и сертификации не будет так диапазон цен на такие автомобили на страховых аукционах Копорт и Айяй от пяти до десяти тысяч долларов цена под ключ в Украине без ремонта 15 15 500 выйдет от этого автомобиля если говорить о суммах которые выйдет у нас конечная скажем с постановкой на учет это приблизительно будет 17 18 тысяч долларов все приблизительно потому что много нюансов весь это все будет только после вскрытие после реальной замены запчастей составлена окончательная цифра вот еще хочется кстати сказать насчет цен на такие автомобили в Украине вот многие меня спрашивают ну зачем же эту машину вообще пригонять и вообще зачем этим заниматься ведь если зайти на автория то видно что эти автомобили стоят дешевле допустим я лично сам заходил на автория и нашел что такие машины продаются по 16 тысяч долларов сделаны ну да кажется какой-то абсурд да ну ребят вы попытаетесь купить за 16 тысяч долларов такую машину в такой комплектации ну тут даже не идет речь попытаться покупать даже в минимальной комплектации вы просто позвоните вам скажут что эта машина будет под заказ и никто вам за 16 тысяч долларов не сделает эту машину с ремонтом здесь будем реалистами сумма конечная которая будет вырисовываться в Украине это будет сумма умножена ну от покупки на аукционе в 2-3 раза ну будем реалистами да кстати я совсем забыл сказать что мы уже купили частично запчасти мы купили бампер мы купили усилитель бампера возможно нам получится усилитель этот старый спасти возможно но это не факт но возможно получится так же самое мы купили накладку на крыло мы купили новую накладку на бампер вот остальные запчасти мы будем покупать по мере необходимости но по подвеске тут все понятно надо целиком брать левую часть подвески сейчас мы найти там не можем мы нашли правую часть левая часть отсутствует следующем видео мы остановимся детально на ремонте мы покажем что мы купили что нам это стоило следите за нашими видео оставайтесь с нами с вами компания биткар всем пока а а а а и а и и Субтитры создавал DimaTorzok